Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Очень часто при выборе стереомикроскопа клиенты просят подобрать модель без предметного столика, с большим рабочим расстоянием и самое главное, с возможностью проводить наблюдение любых наклонных плоскостей. Сегодня у нас на обзоре особый микроскоп оптика ST50 LED с увеличением от 20 до 40 крат, соответствующий всем вышеизложенным требованиям. Микроскоп поставляется в собранном виде внутри ящика из картона и пенопласта. Вес поставки не менее 6 кг. Оптический прибор комплектуется двумя парами окуляров на 10 и 20 крат, одним двукратным объективом, резиновыми наглазниками, ключом для регулировки силы натяжения макровинта, пылезащитным чехлом и инструкцией. Внутри инструкции мы нашли желтый лист вкладыш, это европейский сертификат качества, в котором указан серийный номер устройства и сказано, что прибор соответствует требованиям европейских директив ЕС и стандартам Европейского Союза, предъявляемых к оптике. Микроскоп имеет не классическую конструкцию. Мы видим массивное основание прямоугольной формы. К основанию крепится несущая штанга, на которую в свою очередь установлена металлическая стрела, разделенная посередине поворотным механизмом. На несущей штанге предусмотрены два стопорных винта для стрелы. Один винт регулирует положение по вертикали, второй по горизонтали. С противоположной стороны стрела соединяется тремя винтами с механизмом фокусировки и бинокулярной насадкой. Длина несущей штанги 210 мм, длина стрелы 180 мм, диаметр по 18 мм. Благодаря штативу прибор имеет три степени свободы. Вы можете наблюдать не только горизонтальные поверхности, но и вертикальные и наклонные вплоть до угла под 45 градусов. При необходимости легким движением руки вы можете убрать бинокулярную головку прибора с рабочего места. Был замечен один недостаток. При развороте головки на 45 градусов микроскоп теряет устойчивость и опрокидывается. На предметный стол необходимо класть дополнительный груз. При повороте бинокуляра на 180 градусов все в порядке. Оптический прибор оснащен стандартной наклонной под 45 градусов бинокулярной головкой с креплением объективов типа ласточкин хвост. Посадочный диаметр окуляров 30,5 мм. На окулярных тубусах имеется стопорный винт для их фиксации. Предусмотрена коррекция диоптрия на левом окуляре в диапазоне плюс-минус 5D. Есть возможность регулировки межзрачкового расстояния в пределах от 50 до 78 мм. Комплектные окуляры выполнены в металлических корпусах. На поверхности линз нанесены качественные просветляющие покрытия. Оптическая схема Кёльнера. Окуляр с увеличением в 10 крат. Поле зрения 20 мм. Окуляр с увеличением в 20 крат. Поле зрения 13 мм. У окуляра в 10 крат внутри корпуса предусмотрена резьба для установки измерительных шкал и сеток. На окуляры надеваются роскошные резиновые наглазники, которые обрезают любую боковую засветку от посторонних источников света. Форма наглазников подобрана просто идеально. Резина мягко прикасается к надбровной дуге и переносице. От окуляров давайте перейдем к объективу микроскопа. Мы видим парный двухкратный стереообъектив Грена. На линзы нанесены фиолетовые просветляющие покрытия. Наблюдая через оптический прибор, складывается впечатление, что картинка объемная. Это действительно так. Дело в том, что объективы имеют незначительный наклон друг к другу, из-за чего правый и левый глаз техника видит немного разную картинку. С левой стороны объектива находится стопорный винт, который фиксирует его положение. Выкрутив винт, объектив можно легко заменить на более сильный аналог. Рабочее расстояние микроскопа 115 мм. Хорошая глубина резкости, цветопередача естественная. Механизм фокусировки у оптического прибора очень простой, но надежный. Классический макровинт с возможностью регулировки силы натяжения на левой рукояти. Диапазон фокусировки 40 мм. Самый диковинный элемент конструкции микроскопа – это его осветительный блок. Из основания прибора выводится длинная гибкая трубка, напоминающая гусиную шею, которая заканчивается мощным светодиодом. Длина шеи 66 см. Вы можете придать ей абсолютно любую форму и направить свет в любую точку на поверхности. Кнопка включения подсветки находится на основании прибора с левой стороны от несущей штанги, а сама трубка осветителя – с правой. У подсветки нет регулировки яркости, но в данном случае она и не требуется. С тыльной стороны прибора находится разъем для подключения 6-ти вольтного блока питания. Основание микроскопа унифицировано, и на его базе собираются другие модели, о чем говорит нам наличие трех отверстий, не несущих никакой функциональной нагрузки и закрытых резиновыми затычками. Для оценки качества изображения мы использовали нашу 3-мегапиксельную камеру и набор аксессуаров. Микроскоп продемонстрировал высокое качество картинки. На изображении присутствует ряд аберраций, но искажения выражены в допустимых пределах и практически не влияют на информативную составляющую картинки. Увы, но нам не удалось получить бестеневое освещение. По сравнению с настольной лампой у гибкого осветителя достаточно узкий пучок света. Если слишком близко его приставить к предмету, то получаешь избыточную засветку. Если отодвинуть слишком далеко, то наоборот чувствуется недостаточная яркость. Итак, микроскоп мы хорошо протестировали и пора делать выводы. Благодаря 3D-штанге, наличию гибкого осветителя, большому рабочему расстоянию, увеличению в 40 крат и к качественному исполнению, микроскоп стал уникальным предложением на рынке Украины на сегодняшний день. Оптический прибор можно смело рекомендовать для ежедневных рутинных задач на любом производстве, в мастерских, технических лабораториях, стоматологических кабинетах и в прочих учреждениях. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!